Доброй сердечной души, гордость Аллода, гордость Бухарской еврейской общины, готовая мучая для войны. Прошло 34 года, но еще свяжу мне память, тот памятный день 31 октября 1983 года. Был очень много народов, вся улица Бухарская и передача к ней, улица Мугарская, глупого народа, пришли проститься с ним и поделать горькие слезы не только бухарские евреи, но и патриотики, и жреки, и людей в другой национальности. Много было раздавлений, много было пройдет и слез. И самое удивительное то, что когда провожали ЭКМОШЕ, никому не верило, что мы всегда прощаемся с этим единственным человеком, потому что каждая клеточка нашего сердца протестовала против этой безвременной смерти ЭКМОШЕ. ЭКМОШЕ был символом бухарских евреев, Самариканда. Вся его жизнь, если посмотреть, она была очень сложной, она была очень тердичной, она была очень многогранной. Сами посмотрите. Этапы его жизни. Родился в 1910 году. В 17-м году революции. Горазганская война. Нашистие пасмачей. Голодный, страшный 33-й год. И год беззакония, дежурший на вошедшей в истории 37-й год. И затем Великая Отечественная война. Год и этапы жизни, самое расцвете его сил. Практически он и его поколения, они не видели ни счастливей детства, ни счастливей юношеской годы. И они, они говорят, это великие поколения, поколения, которые, преодолев все удары судьбы, они не сломались, они достойно принимали эти удары судьбы, и еще твердо вставали на ноги. Человеческая жизнь должна определяться особыми критериями. А как вообще всегда говорил, в жизни надо заработать истинное богатство. И комментировал, в чем это заключается истинное богатство? Есть это богатство материальное, деньги, у тебя есть миллион деньги, у тебя есть несколько домов, квартир, бизнеса, пройдет день, часть ты летишь из этого мира, она останется в твоем виде. Есть еще богатство здоровья, с годами, с годами ты теряешь свое здоровье. Я советую единственное богатство, это то, что ты сделал людям доброе дело, то, что ты оставил в жизни глубокий свет добра, и то, что ты воспитал прекрасных детей. И вот, о комментии, я никогда не забыл, в 1921 году ушла из жизни моя мать в возрасте 66 лет. И, как ему еще, семь дней он сидел рядом со мной, семь дней. Он встречал мусульманов, которые приходили с обрезанными, с ними, значит, он беседовал. Он сидел, не рассказывал о нашей религии. Он рассказывал о законах, правах. Он не говорил о том, что человек должен всегда сам следить за своим здоровьем, следить за своим детям. Следить, чтобы, не дай Бог, кого-то убить. Глядь, о, обезоте, ага, пилися, хапатаран, ягнилядь. Вам показалось, что за не трешки влачакой счастья велигия огороды останасся. Вот такой был потом еще. Вот мы ехали с этим Рафиком Давыдовым. Он бесперепонятно мне рассказывал, говорить о вашем отце. Он привел такой пример. Такой был добрый, любительный человек. Хоронили сына Авруна Калама Мишихолана. И как похоронная процесса проходила мимо Мишихолана, Гаврина, и Бога, и Бога, и Бога, и Бога. И, говорит, это, я дам, бегом кучу, а мне, как раз, твой батаре Навальдович, дай мне, дай мне, я говорю, слушайте, вы же недавно операцию перенесли, а чем ты говоришь, нет, дай мне, я обещал ему, если он умрет, я подниму его в рот, если он умрет. И Гага меня отобрал, несколько шаров, он взял. Это говорит о его человечности, а его человек, слово, о его дружбе, он придавал большое значение. Или он приводил еще один пример о том, каким он был высококварственным специалистом в области торговли. Многие приходили к нему за советом. К нему приходили посоветоваться, какой товар можно закупить делать, такой товар нельзя закупить делать, как, чего все впрочем. И он всем от чечистого сердца до совета. Редактор субтитров Корректор А.